У шестиклассниц Кати и Полины летние каникулы. На улице подружки проводят целый день. Девочки рассказывают, раньше гулять в этом сквере было страшно, сейчас приятнее и комфортнее. И родители не переживают за своих чад. Тут свежий воздух, можно гулять, наслаждаться природой. По вечерам очень красиво гулять, ходить, фонарей горят. Кажется, что ты в другом городе, в другой стране. Отдыхать в ближайший сквер приходит и пенсионер Владимир Мезенцев. Не один, а со своей четырехлапой подругой Лялей. Мужчина рассказывает, даже его собака стала лучше относиться к прогулкам. Тут же ничего не было. Было все запущено. И почистили парки, дорожки сделали, скамеечки поставили. Люди с удовольствием приходят, отдыхают. Только вот собачников в подстроенном сквере не жалуют. Городской голова Геннадий Кернес подчеркнул, в таком элитном сквере собаки не должны мешать людям отдыхать. Такие скверы создаются не для выгула собачек, а для отдыха своих же друзей, соседей и так далее. И в этом отношении должна быть культура, общение между людьми. Одного желания просто установить табличку или создать площадку для выгула собак мало. Необходимо еще желание собственников этих друзей наших меньших. В обновленном велозаводском сквере теперь есть более 30 лавочек, мусорок, два бесплатных общественных туалета. Есть где и развлечься детям. Игровая площадка с песком, турники и поле для игры в волейбол. За общественным порядком в сквере следят милиционеры. Сколько же потратили на реконструкцию, чиновники пока не признаются. Я не могу это ответить. Сегодня еще не в полной мере закончены все строительные работы, так как Харьковский городской голова по обращению к харьковчан попросил расширить спортивную площадочку, установить несколько дополнительных скамеек. А сколько стоит данный объект, будет только к концу года, когда закончится работа технозорка. Нанести последние штрихи на реконструированный сквер городские власти обещают до конца лета. И уверяют, несмотря на то, что футбольный чемпионат закончился, будут продолжать благоустраивать город. Яна Тончак и Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».